Если ты не готов бросить свое тело в лето, и оно требует доработки, тогда тебе к нам. Это Большая Балашиха, меня зовут Виктор, и мы покажем тебе, как изменить себя. Первое упражнение сегодняшнего комплекса – это приседания в пылье с гирей. Расставляем ноги достаточно широко, мыски развернуты, вес прилагается на пятки. Оттягивая таз назад и не двигая колени вперед, мы аккуратно и медленно приседаем вниз. Спина должна быть всегда в прогибе, это очень важно. Также важно не сводить колени вместе, они должны смотреть туда, куда смотрят мыски. Желательно по возможности делать внизу паузу, если хватает сил. Следующим упражнением является румынская тяга со штангой, которая прорабатывает заднюю часть бедра, ягодицы, поясницу. Мы встаем, ноги чуть уже ширины плеч, руками мы берем штангу на ширине плеч, беремся ровно, встаем, отходим от силовой рамы. Колени всегда должны быть чуть подсогнуты, важно не приседать, а именно оттягивая таз назад. Мы наклоняемся вперед, сохраняя прогиб поясницы. Наклоняясь вперед, мы делаем вдох, встаем, мы делаем выдох. Когда мы поднимаемся, мы максимально сводим лопатки вместе. Штанга должна скользить по бедру. Опускать штангу нужно до верхней третьей голени, ниже не нужно, потому что это перегрузит поясницу. А наша задача нагрузить не только ее, но и ноги. Следующее наше упражнение – это жим штанги стоя для проработки переднего плечевого пояса. Выполняется средним хватом, беремся по резьбе чуть шире плеч, подходим к ней вплотную, подсаживаемся, локти вперед под штангу. Снимаем со стоек, отходим от стоек. Немножко колени подсогнуты – это обязательное условие для того, чтобы снять нагрузку с поясницы. С выдохом, без помощи ног, мы жмем вверх, не до конца разгибая локти. Вот так. И возвращаем медленно, аккуратно обратно. То есть локти всегда должны быть под штангой. Вверх, вниз. Корпусом отклоняться нельзя. Это упражнение для передней части дельт, очень энергозатратное, как раз подходит для наших с вами целей. Следующее наше упражнение – это тяга штанги в наклоне обратным хватом, которое предназначено для проработки абсолютно всех мышц спины. Считается самым энергозатратным и максимально также подходит нашим целям подготовки к лету. Оттягиваем таз назад и наклоняемся, как в упражнении румынской тяга. Наклоняемся до тех пор, пока штанга окажется ниже колен. Следующее движение – мы вытягиваем руки вперед, чтобы они были максимально выпрямлены. Голова смотрит всегда вверх, прямо. И с выдохом мы подтягиваем к низу живота, максимально сводя локти вместе, чтобы свести тем самым лопатки и задействовать как можно больше мышц спины. Заканчиваем нашу сегодняшнюю тренировку традиционным упражнением на фресс. Я вам покажу один из вариантов, называется книжка. Выполняется очень просто, для этого нужна любая скамья. Мы вытягиваемся вдоль нее ногами и корпусом слегка согнув корпус, округлив спину. И с выдохом движемся навстречу коленям. Это упражнение можно сделать сложнее, если хватает сил и координации. Потом убираем руки за голову и продолжаем выполнять упражнение вот в таком режиме. Закончить сегодняшнюю тренировку я рекомендую вам традиционным кардио. Это велотренажер или беговая дорожка. Таким образом, сегодня мы рассмотрели еще один комплекс упражнений для подготовки тела к лету. Продолжайте тренироваться, а мы покажем и расскажем вам, как это делать правильно. Большая Балашиха, тренер Виктор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова